Поднять полное ведро, сделать оборот на 360 градусов и поставить его в обозначенную точку. И все это на огромной машине. Это самая зрелищная часть конкурса профессионального мастерства среди крановщиков Ленского речного порта. С высоты портального крана мишень, и так небольшая по размеру, кажется крошечной. Али Шлыгиной – крановщица со стажа. К такой ювелирной работе не привыкать. Но волнение на конкурсе – это норма. Садишься каждый раз, как в первый раз. Руки трясутся, сердце в пятки выходят. Хотя это ежедневная работа ваша. Да, это ежедневная работа. Тот же самый квадрат, борт, попасть. Как бы с этим сталкиваемся. Каждый день, каждую смену сталкиваешься, все равно садишься, как в первый раз. Кроме попадания в цель, в зачет у крановщиков идет скорость выполнения задания и процент расплескивания ведра. Этого не избежать, но процент должен быть минимальным. Свои критерии должны были соблюсти и стропольщики. Они на скорость переставляли контейнер в специальную зону, имитирующую кузов автомобиля. Проще говоря, нарисованный на асфальте квадрат. За черт шла и знаковая сигнализация. Стропольщик должен уметь общаться с крановщиком на понятном для двоих языке. Оценивается и соблюдение техники безопасности. По лестнице подниматься быстро нельзя, а работать на высоте необходимо осторожно. Это самое важное и сложное в работе стропольщика. Самое, которое внимание надо обращать, это груза тяжелая и техника. Габаритные груза имею в виду такие, и техника основная. Чтобы все было безопасно, зацепить, как положено. Чтобы без всяких проществ. А часто происшествия бывают? У нас еще не было. В 18-й я работаю в речном порту и пока ничего не было. Конкурсы профмастерства максимально приближены к условиям работы. Они позволяют не только выявить лучших, но и продемонстрировать общий уровень профессиональной подготовки. А также повысить квалификацию и обменяться опытом. Многие работают очень долго. Уже как бы не по навигации, даже не первые десятки лет работают. Есть с чему и поучиться. И конкуренция хорошая. И есть за что конкурировать. Стимул материальный. Вошел в число призеров, получил заметную прибавку к зарплате. А вместе с ней – почет и уважение за профессионализм. Те, которые занимают первые места, они и так же и в работе себя проявляют. Ведь здесь соревнования проходят по двум критериям. По основным это практическая часть и теория. В общем, теория тоже немаловажная вещь, если даже не самая основная. То есть соблюдение тех мер безопасности при погрузородушных работах, без которых работать просто невозможно. Ну и второе, естественно, его знания, практические навыки, то есть его производительность, выполнение работы. В конкурсе крановщиков первое место завоевал Владимир Карлов. Здесь, кстати, наравне оценивались и мужчины, и женщины. Среди стропольщиков лучшим признали Алексея Дубровина. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».